Ну давай, рассказывай, что у тебя там произошло, ведь мне ты можешь рассказать абсолютно всё, и я тебя внимательно выслушаю. Друзья, это следующее видео из плейлиста про знаки зодиака, и говорить мы будем про знак зодиака, рыбы, его характеристики, принцип действия. И если ваш асцендент или простыми словами восходящий знак, а также другие планеты вашего гороскопа находятся в рыбах, то это видео будет для вас актуально и полезно. А это канал Астрогайд, твой проводник в мир астрологии простым и современным языком, я его ведущая Александра Ващилко, плывём дальше. Рыбы — это 12-й знак зодиака, и они завершают зодиакальный круг, то есть это завершение цикла, по сути вот как завершение жизненного пути, завершение жизненного цикла, когда вот весь опыт этой жизни уже принят, прожит, и самое время порассуждать, что же из себя представляет наша жизнь, и в чём состоит мудрость прожитого опыта. Рыбы — это третий представитель стихии воды, и этот знак, он тоже про чувства, про эмоции, про глубокую эмпатию. И рыбы — это настоящая живопись чувств и эмоций, словно вот акварельная палитра, разбавленная дождевыми каплями. Это самый загадочный и интуитивный из всех знаков зодиака. И так как это финальная точка в нашем жизненном цикле, то представители знака рыб — это люди глубокой души, которые вот способны глубоко чувствовать и принимать этот мир таким, какой он есть, без разного рода борьбы, сражений. И эти люди приносят красоту и духовное богатство в мир, в котором они живут. И это уникальное сочетание творческой энергии, интуиции, глубокой духовности. И иметь в своём окружении такого друга, такого партнёра — это на самом деле настоящее сокровище. Потому что такие люди умеют вдохновлять, они умеют поддержать, когда к ним обращаешься за помощью, или просто вот высказываешь о чём-то наболевшем. И вот своим таким отношением рыбы привносят в мир определённую красоту чувств и межличностные коммуникации. Рыбы известны своей глубокой эмпатией. И они способны чувствовать эмоции и страдания других людей, словно сами переживают эти ситуации и вот сами переживают эти чувства. Они будто читают мысли других и даже могут предсказывать настроение окружающих, считывая их эмоции по лицу. И эта способность делает их достаточно отзывчивыми личностями. И часто тонкость и доброта рыб влияют на то, что такие люди помогают другим в трудных моментах жизни, никогда не бросят их в беде. И эти люди, они богаты внутренним миром, глубокой эмпатией. У них достаточно высокий порог вот этих интуитивных ощущений. И у рыб есть также врождённый творческий потенциал. И они могут выражать себя через искусство, музыку, писательство или другие формы творчества. Но это творчество не такое, как мы привыкли в обществе, ну типа масс-маркета. Это творчество, оно вдохновлённое, глубокое. Потому что рыбы обладают способностью видеть мир в каком-то собственном уникальном свете. И их творчество тоже можно охарактеризовать такими словами, как волшебство, мистика, утончённость. Творчество рыб, оно часто сопровождается импульсивными вдохновениями, которые приходят, уходят. Да, подобно приливам и отливам. И рыбы обычно вкладывают много чувств и сентиментальности в свои произведения, что делает их творчество очень проникающим. То есть это высшая эксклюзивная степень искусства. Будь то картины или какие-то художественные произведения, или музыка, песни и так далее. То есть не каждый человек поймёт и оценит вообще. И воображение рыб, оно настолько богато и многогранно, что рыбы по праву можно назвать творческими гениями. Они как будто рождены для искусства. И в целом рыбы даже могут чувствовать себя немного не на своём месте в этом мире, как будто они из другой реальности. Однако именно это делает их особенными и уникальными. И у рыб очень развито воображение. И даже можно сказать, что они пребывают в каком-то своём собственном мире воображения и фантазии. И очень часто они склонны сами приукрашать ситуацию или додумывать её, придумывать вещи, которых по факту-то не существует. Их воображение создаёт такие картины, которые они как бы переносят на реальность. И со стороны кажется, что рыбы живут в каких-то мечтах, фантазиях. Хотя по факту они даже сами не замечают, как они могут смешивать свои фантазии с реальностью. И в какой-то степени даже вот отрываться от этой реальности. И они могут создавать целые миры у себя в голове, что делает их очень креативными. Но в то же время может привести к каким-то недоразумениям с окружающими. Но эту энергию также можно направить на благо общества. И не только сидеть, ну скажем так, ровно на попе и мечтать о своей идеальной жизни. А направить своё воображение на создание каких-то глобальных идей, трансформации этого мира. Потому что всё-таки идеи и фантазия рыб носят положительный, благоприятный окрас. И они действительно могут помочь многим людям. Тем более, что рыбы и ориентированы на благо людей. Но рыбам нужен человек-проводник, человек-помощник, который будет их, ну скажем так, возвращать с небес на землю. И в более практичном ключе помогать им реализовывать эти идеи. Рыбы очень восприимчивы к вопросам духовности. И это направление играет очень важную роль в их жизни. Они искренне интересуются разного рода духовными вопросами. Медитацией, йогой, мистическими учениями, философией, психологией. Потому что внутри рыб скрыт очень глубокий и многогранный мир. И они любят проводить время в одиночестве, размышляя и следуя свои собственные чувства и мысли. Либо они могут проводить время в одиночестве, чтобы подумать над более глобальными вопросами. И посмотреть на мир, скажем так, с разных точек зрения. На самом деле рыбы открыты к различным верованиям и культурам. И по природе своей они очень толерантны и непредвзяты. То есть любые ситуации людей в окружении, они принимают именно такими, какие они есть. Без навешивания ярлыков и осуждения. Они умеют понять, принять, приласкать. Поэтому к рыбам всегда можно прийти за советом, излить душу, исповедаться. Потому что это даже не просто как разговор с психологом, а это именно разговор с духовным наставником, со своим гуру. Ведь рыбами управляет планета Юпитер. А Юпитер в нашем гороскопе символизирует нормы, принципы, мораль, духовность, наставничество. И по рыбам идет вот именно высшая степень этого наставничества. Как будто вы в церковь сходили. И вот сверхчувствительность рыб, она выражается в их сверхсильной интуиции. И если вы до сих пор ей не доверяете и пытаетесь как-то затмить свою интуицию здравым смыслом, то зря. Потому что это повод задуматься и начать ей доверять больше. Потому что на самом деле рыбы могут снить вещи и сны. И очень хорошо энергетически они чувствуют людей, ситуации. То есть если они даже в первый раз видят человека, то рыбы как никто другой смогут поставить диагноз и сказать, это хороший и добрый человек, который стоит перед ним. Или все-таки с какой-то гнильцой в кармане и что-то там задумал. И они также хорошо чувствуют ситуации, опираясь на свою интуицию. И они могут сказать, чем закончится дело. Или стоит подписываться на это дело, или там не стоит, потому что пахнет жареным. То есть их интуиция бывает настолько поразительно точной, что даже они могут предсказывать события, вот полагаясь на свое шестое чувство. Поэтому рыбам однозначно стоит доверять своей интуиции, потому что в случае чего она может избежать неприятных ситуаций и поможет принять верные решения. Но так или иначе, рыбы всегда готовы поддержать, ну кого бы то ни стало, в трудную минуту. Они способны сопереживать, принимать эмоциональные бремена других людей. И окружающие часто отмечают, что советы и поддержка рыб являются очень ценными. Вообще по природе своей рыбы очень склонны к жертвенности. И они готовы жертвовать своими интересами ради других людей. Они любят помогать и готовы оказывать помощь и поддержку без ожидания чего-то взамен. То есть без какой-то оплаты, даже без какого-то бартера. И они любят заботиться о других, и даже до такой степени, что забывают о своем собственном благополучии. Их доброта и сострадание проявляются вот просто в бескорыстной помощи. Этакий альтруистичный натюрморт. Но опять же, если вы захотите использовать рыб в собственных интересах, да, они вам помогут, они окажут поддержку, но они все чувствуют и расстраиваются от таких ситуаций, потому что они к человеку относятся со всей душой. И вот такой круговорот чудес и жертвенности от рыб может длиться долго, но он не будет вечным. Хотя они очень лояльны и очень терпеливы. И любят наступать на одни и те же грабли, прощая своих оппонентов, даже если те используют их очень некрасивыми способами. Рыбы на самом деле ценят искренность и с большим энтузиазмом они вовлекутся в ситуации, когда человеку реально нужна помощь или когда человеку грозит опасность. И рыбы могут чувствовать себя как спасатели. Они готовы помогать тем, кто находится в беде. И часто привлекают к себе таких людей, нуждающихся в поддержке. И они даже готовы бросить все свои дела, чтобы помочь человеку или даже просто своим простым сочувствием и пониманием, то есть умением выслушать, они помогают другим исцелять свои раны и какие-то душевные травмы. Однако переживание чужих чувств и эмоций может оказаться тяжелым временем для рыб. И они склонны носить эти эмоции в себе, что будет вызывать дикий стресс, переутомление. И рыбы — это тонкая душевная натура, но при этом у них очень сложная эмоциональная природа. И они могут переживать глубокие чувства и эмоции, которые иногда трудно выразить словами. И переживание этих чувств иногда с головой может поглотить у самих представителей рыб. И тут есть два варианта. Рыбы либо сработают в плюс, либо в минус. И в минусе это будет какая-то депрессия, апатия к жизни, меланхолия. В плюсе — это умение поговорить с собой, задать себе уточняющие вопросы, уделить внимание своему внутреннему миру и духовному развитию. То есть сделать всё то же самое, что обычно рыбы делают по отношению к другим людям. Но в данном случае сделать это по отношению к себе. И чтобы справиться с этим волнением, с этими переживаниями, рыбы могут начать практиковать медитацию, йогу, потому что это хороший способ, чтобы отрываться от интенсивных чувств и восстанавливать свой внутренний баланс, свой внутренний ресурс, не позволяя быть поглощенными вот этими эмоциями. Они также могут практиковать астрологию, другие духовные практики, чтобы более осознанно управлять своей жизнью и вот с помощью этих инструментов, в том числе, оказывать поддержку другим людям. На самом деле рыбы, они не любят конфликтов, и они часто предпочитают избегать столкновений и идти на уступки ради мира и гармонии. То есть да, они за мир во всём мире и желают всем добра и гармонии. Но порой они могут чувствовать ностальгию по прошлым моментам и местам, в которых они бывали. И рыбы часто бывают привязаны вот к своему дому, к своей семье. И также рыбы — это истинные романтики, и они очень преданы своим партнёрам. И в целом отношения будут очень трепетными, чувственными, как, знаете, как хрустальная ваза, которую надо оберегать. И также рыбы не склонны принимать лидирующую позицию в отношениях. То есть они, скажем так, плывут по течению, и порой им сложно принимать чёткие конкретные решения. Рыбки, они с большего ведомы, потому что символы рыб — это две рыбки, которые вот плывут в разные стороны. И так и происходит в жизни таких людей, что их, ну, допустим, поманили в одну сторону, что-то там наговорили, и они вот как бы туда поплыли. Потом, например, закинули удочку где-то на другой стороне, что-то там пообещали, красиво рассказали, и они тоже вот сменили свой вектор внимания и поплыли уже в другую сторону. Поэтому с точки зрения дружбы и ментального комфорта рыбам на самом деле будет очень удобно вести свою коммуникацию с себе подобными, то есть с представителями водной стихии, рыбами, раками, скорпионами. Но кармически рыбы связаны с девами, которые обладают более практичным и расчётливым умом, поэтому склонны будут опускать рыб как бы с небес на землю и помогать осваиваться в этом нелёгком мире. Но это мы с вами будем обсуждать уже в другом видео, поэтому обязательно подписывайтесь на этот канал, посмотрите другие видео из этого плейлиста, чтобы лучше понимать своих родных и близких. С вами была Саша Ващилко и до новых встреч! Ну, рассказывай, что у тебя произошло. Сейчас будет у нас очередной сеанс психотерапии.